АЛМАЗНЫЙ КРАЙ Мы ждали ваши заявки, потом пятерка счастливчиков прошла через этап интервью. На прошлой неделе вы увидели, как в студии работает Александра Кучковская. Выпуск найти можно на нашей странице в Ютубе. И сегодня на месте ведущего Алексей Верещагин. Алексей, готов отвезти и рассказать, чем запомнится этот день? Всегда готов. Тогда начинаем. Верю-не верю. Как еще приманить удачу в новом году? Даем практические советы. Обследовали более тысячи. Валроса впервые проверили своих сотрудников на заболевания органов слуха. Не только в Мирном, как алмазная компания поддерживает и развивает национальные виды спорта в республике. С 1 января 2020 года прекратить свою работу фабрика номер 8. Предприятие с более чем 50-летней историей. Неразрывно связанного с самим поселком Айхаул. В его летописи навсегда останутся имена тех, кто отдал предприятию годы. В минувшие выходные там чествовали передовиков производства, ветеранов и тех, кто полностью отдавал себя своей профессии. Альбина Шарафеддинова продолжит. 1 января 2020 года обогатительная фабрика номер 8 Айхальского комбината остановит свою работу. Предприятие с более чем полувековой историей. В преддверии этого события там чествовали тех, кто в прямом смысле слова давал стране алмазы. Ты гори, гори, моя звезда, но в России снова холода. Со словами благодарности в адрес передовиков производства выступил директор Айхальского комбината Евгений Денисов. Он отметил, что стабильная работа фабрики на протяжении 58 лет – это заслуга в первую очередь ее работников. Самое главное в каждой истории, в любой истории остаются и будут это люди. Люди, которые делают эту историю. Люди, самое важное в любых событиях. И сегодняшний концерт посвящен этим людям. Люди, которые делают историю больше, более полувека. Признательность работникам за труд и преданность своему делу выразил и начальник фабрики номер 8 Павел Кириченко. Он поблагодарил не только тружеников фабрики, но и подрядные организации. Это СРГТО, алмаз автоматика, алмаз электромонтаж, техмонтаж, без которых фабрика не могла бы работать стабильно, надежно. Зоя Хипхенова проработала на фабрике 46 лет. На производство пришла совсем молодой девушкой. За долгие годы работы не раз была отмечена наградами. Одни из самых значимых – лучший сепараторщик фабрики и ветеран компании «Алроса». Я когда устроилась на работу, у нас был такой легендарный начальник фабрики Гензельман Владимир Михайлович. Очень уважаемый, хороший человек. Он меня принял на работу. Спросил, будешь работать? Я говорю, буду. И вот до сих пор работаю. Работала грохотовщиком много лет, почти 15. Потом отсадчиком-концентраторщиком, тоже, наверное, лет 15-20. Ну и потом сепараторщиком РЛС, ТСУ. Ну, как сказать, машинист, насосных установок. Ну, я везде работала, конечно. В этот день труд многих работников был отмечен почетными грамотами, нагрудными знаками и благодарностями акционерной компании «Алроса» и главы поселка. Для 70% работников предприятия найдены новые рабочие места. В основном сотрудников трудоустроили на аналогичные профессии. Работать будут на фабрике номер 14 и в других подразделениях «Алроса». Часть людей переобучат. Тем, кто решил выехать из районов севера, помогут с переездом. Также за счет алмазной компании. В Новый год мы обязательно среди остального желаем друг другу удачи и всеми способами приманиваем ее. Кто-то считает, что нужно на новогодний стол ставить блюдо, чтобы задобрить символ наступающего года. Кто-то пишет пожелания на бумажке, сжигает ее и выпивает пепел с шампанским. Какие еще суеверия становятся актуальными в канун 31 декабря, расскажем в сюжете далее. Чтобы Новый год был благосклонным, придется потрудиться над обрядом привлечения удачи. Люди придумали столько суеверий, что выбрать свой способ не составит труда. В первую очередь многие ориентируются на восточный гороскоп и ублажают символ года. Накрывают праздничные столы в соответствии с его предпочтениями. Я советую всем много, но по чуть-чуть. Потому что крыска любит там покушать, там покушать. Ну, то есть, роскошь она очень-очень любит. То есть, традиция селедки под шубой оливье – это по-любому, 100%. Можно приукрасить красной икрой и приманить удачу крысину. Она не любит, чтобы использовали говядину, потому что это ее тайный друг – рогатый скот. Поэтому оливье лучше готовить с куриным мясом. Других ограничений нет. Можно подавать самые различные блюда – мясные, сырные и рыбные нарезки, салаты и многое другое. А встречать Новый год лучше в элегантном наряде, белых, бежевых или кремовых оттенков. И обязательно в шумной компании. Крыса очень коммуникабельна и любит веселье. Написать записку с желанием. Сжечь ее. И выпить вместе с бокалом шампанского. Этот способ привлечения удачи используют многие. Правда, это совсем не традиция, а художественный вымысел из кинематографа. Тем не менее, обычай широко распространился. Что еще делают люди для привлечения удачи? Мы спросили у линчан. То животное, которое будет символизировать следующий год, вроде как нужно положить на стол то, что любит это животное. Новым годом обычно мы сжигаем старые вещи, например, традиции. То, что плохое, должно остаться уже там, чтобы оно сгорело, старая традиция. А еще, чтобы привлечь, чтобы все блестяще было в доме на Новый год обязательно. Если только бокал шампанского в 12 часов и загадать заветное желание, чтобы никто не знал. Как-то я даже об этом не задумывался. Психологи уверяют, народные методы приманивания удачи на Новый год могут сработать, какими бы абсурдными на первый взгляд они ни казались. Новый год – психологическая отметка для многих людей. В это время появляется ощущение, что один период жизни закончился, и с 1 января начнется другой. Человек, сам того не замечая, работает над своей целью более серьезно. И желания сбываются. Олеся Васева, Ксения Журавлева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». К другим темам. В этом году в Ауросе впервые провели скрининг по выявлению заболеваний органов слуха. Своих сотрудников «Алмазная компания» бесплатно обследовала в медцентрах «Мирного», «Удачного» и «Айхауа». Всего смотрели больше тысячи работников. Что предложить тем, у кого обнаружились подобные заболевания, узнавала Альбина Шарафиддинова. Александр Филимонов решил проверить свое здоровье. Работник карьеры юбилейный, говорит, очень удобно. Даже выезжать никуда не нужно. Все обследования провели с использованием современного оборудования. Это приятно удивляет пациентов. Я не ожидал, что такие манипуляции проводят. Думал, все намного проще. Ну, оказалось, что несколько процедур и кровь взяли, и ультразвуковая диагностика. И приборы для определения границ слуха. Бесплатно свое здоровье на предмет заболеваний органов слуха уже проверили 1119 работников компании «Алроса» в медицинских центрах «Мирного», «Удачного» и «Айхала». Для этого пригласили специалистов Международного центра «САГАЗ». Приехал врач-сурдолог, врач ультразвуковой диагностики. Проводят аудиометрию, ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, которые отвечают за кровоснабжение шеи и головного мозга, и лабораторные исследования. Аудиоскрининг провели для тех, чей стаж работы более 12 лет и чья работа связана с воздействием шума. Также свое здоровье смогли проверить те, у кого выявили заболевания органов слуха при прохождении профилактических медосмотров. Это специалисты-водители, это работники подземной группы, в которых производственный фактор, таким как профредность, является производственный шум. Это основные такие специальности, конечно, которых мы постарались охватить. Это работники попали, которые по заключительным актам были и состояли уже в группе риска. Результаты обследования здоровья работников «Алроса» проведут в январе. Тем, у кого выявят патологию, предложат пройти лечение. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и по другим программам. Альбина Шерафидинова, Виктория Бреус, Дмитрий Храмкин, Антон Каханский, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». «Алроса» продвигает и поддерживает текутские национальные виды спорта. В этом году в культурно-спортивном комплексе впервые появилась секция по национальным видам. Теперь все желающие смогут заниматься хабсагаем и масс-рестлингом. «Алмазная компания» также поддерживает спорты в других районах республики. Так, на днях в Нюрбе прошел первый республиканский турнир на Кубок Алроса по хабсагаю. Анна Винокурова расскажет подробнее. Сделать спорт доступным для всех – это одно из главных направлений социальной политики «Алроса». Первый республиканский турнир по хабсагаю на Кубок Алмазной компании собрал 8 команд из 5 районов Якутии. Всего на Нюрбинский ковер вышли 40 спортсменов. «Алроса и руководство компании всегда поддерживает такие мероприятия, потому что это пропаганда здорового образа жизни. В «Алмазной компании» поддерживают спорт и ЗОЖ. Мы надеемся, что «Алроса» и дальше будет поддерживать такие мероприятия». Призовой фонд турнира составил 700 тысяч рублей. Борьба за первое место шла два дня в новом спортивном комплексе, который на днях открыли в Нюрбе. Это далеко не первые соревнования, которые проводит акционерная компания «Алроса» в разных населенных пунктах Якутии. «Это первый республиканский чемпионат на Кубок Алроса по хабсагаю. Упомянутый ранее мной тоже, скажем так, республиканский чемпионат будет на призы Алроса. Ну и дальше также планируется проведение такого рода чемпионатов и поддержание не только борьбы хабсагай, но также и масс-рестлинга непосредственно, конечно же». По итогам двух дней состязаний первое место заняли хозяева турнира команда Нюрбы. Абсолютным чемпионом Кубка Алроса стал Владимир Федоров, также спортсмен из Нюрбы. Добавим, что в начале следующего года в Алмазной столице пройдет чемпионат по хабсагаю, призовой фонд которого составит уже 2 миллиона рублей. Анна Винокурова, телеканал «Алмазный край». Окончание первого учебного полугодия и приходного года на перекрестке этих событий происходят настоящие чудеса. Теперь в этом уверены все ученики седьмой школы Мирного. Там обычный актовый зал превратился в настоящую театральную сцену, где дети – сценаристы, режиссеры, постановщики, исполнители главных ролей. Обычные новогодние дискотеки сменил настоящий сказочный спектакль. Его примерные показы состоялись с 23 по 27 декабря. Судя по восторженным взглядам зрителей, спектакль вышел на славу. Во мнении главных героев, его успех в сценарии за основу взяли истории современных персонажей. Главные злодеи, гринчи Малефисента, украли сказочное настроение всех героев. Наша команда стала как настоящая семья, все мы друг друга поддерживаем. Самое приятное было получать эмоции детей. То есть они подходили и говорили, это так здорово, очень интересно. То есть это было в первый раз такое, и они остались в безумном восторге. Наши герои все очень были счастливы, и мы надеемся, что в следующем году сказка будет еще лучше. На этом все. Новости региона доступны в интернете. Подписывайтесь на аккаунт из «Алмазного края» в социальных сетях. Ну как, для первого выпуска сильно волновался? Да. Ну, это для первого раза нормально. На этом мы оставим в нашем проекте народную ведущую многоточие. Продолжение уже в январе, где из наших двух финалистов вы выберете лучшего. Ну, а мы прощаемся. Прощаемся уже до 2020 года. 31 декабря в 18.30 встретим и проводим 2019 в программе «Елки-палки. Новый год». В 2020 самое блестящее шоу «Алмазного края. Новые песни о главном». Мы прощаемся с вами. С наступающим вас. С наступающим. Редактор субтитров А.Семкин